Дорогие товарищи, друзья, братья и сестры! Мы не ожидали, что доживем до тех времен, когда в великой немецкой компании придет в голову... Это Маргарита Михайловна Митрофанова. Сними ее. Сними ее. Иди сюда. Только постой молча, хорошо? Ты просто молча, держи микрофон, потому что мы в микрофон говорим. И грудь вот так покажи. Класс. Хорошо. Доживем до тех времен, когда великой немецкой компании понадобится стырить не только идею, но и конкретные обводы кузова у другой великой немецкой компании. Самая ожидаемая премьера 2015 года. автомобиль Мерседес ГЛЕ УФХЦЩ. Купе. Найди 10 отличий, кроме шильдиков Мерседес от BMW 6 серии X6. Ребят, выходим на прямую космическую связь с нашими корреспондентами в Детройте. Деннис, Деннис, ты слышишь нас? Алло! Да не ты. Деннис! Привет, Россия! Привет, зрители и фанаты большого тест-драйва! Я, Денис Дорожный, нахожусь на Детройтском автосалоне 2015. И прямо сейчас мы раскроем все секреты нового Мерседеса ГЛЕ Купе. Итак, новинка! Ну что же, вот он, оранжевый красавец. В принципе, появление ГЛЕ в линейке Мерседеса странное явление, потому что, как правило, Мерседес это комфортабельная машина для спокойной, размеренной, очень достойной езды. Мерседес это всегда люксовый автомобиль. А перед нами самая настоящая спортивная зверюга. Тут не до сентиментов. Сел и погнал. Этот автомобиль мы ждали очень долго, начиная с 2008 года, когда был представлен X6 первого поколения. Они долго решались и, наконец, решились. Короче, парни очень долго срисовывали дизайн первого X6. Наконец, у них это получилось. Ну, сбоку этот автомобиль практически на 90% повторяет линии обвода, да, и экстерьер X6. Покажи мне, где он категорически отличается. Ну, вот, пожалуйста, оригинальными, мне кажется, в этом автомобиле являются только задние фары, задняя оптика. Сюда они перекочевали, наверное, и спортивных автомобилей, и спортивных купе от компании Мерседес. Но в потоке и, например, осенней, вечерней грязью, мне кажется, этот автомобиль можно будет легко спутать из бэха. Поэтому, парни, если вы решились заказать себе автомобиль Мерседес-купе ГЛА, обязательно заказывайте его вот в этом красном фирменном цвете, потому что это оригинальный цвет. Да, этого цвета нет у BMW. Точно, точно. Только тогда вас будут узнавать. Ну, очень простые, без сложных, выштампованных деталей линии кузова. Ну, потому что автомобиль рассчитан на многолетнюю службу. Посмотрите, пожалуйста, что есть в этом автомобиле. Здесь солнечная крыша или лунная крыша. В эту крышу можно смотреть на звезды или выкидывать хабарики. Чувак, ты что, никогда не видел крыши, что ли? Прикинь, эта машина смотрит на 360 градусов. То есть, это, значит, вокруг смотрит. Вот это что за фигня? Может, это лампочка какая-то, лет? Ну, что-то оттуда света никакого не идет. Ну, видимо, это глазок такой, через который машина подглядывает. О, есть парктроник, смотри, круто. Вот еще одна камера, прям под значком. Да ни хрена себе, сколько камер, а? Их можно вынуть и снимать телепередачу. Еще один парктроник. Я никогда не видел такого количества парктроников на наших автомобилях. Вот он где притаился, гад. Да, это реально крутая фишка. Машина постоянно контролирует пространство вокруг себя. Вот так вот, вот так вот. Ну, а теперь задница вашего нового ГЛЕ Купе. Именно та часть автомобиля, которую будут все видеть остальные, потому что вы быстро будете уноситься вперед благодаря мощному двигателю, который будет выбрасывать кучи шлака через эти свои дырки. Как они называются, кстати, эти дырки? Это? Глушители. Это дырки. А вот и багажник. Ну, конечно, сервопривод, который открывает заднюю тяжелую дверь, это не новость сегодня на рынке. Тем более, что тачка будет стоить 70 тысяч евро в базовой комплектации. Что-то она может делать сама. Конечно. Например, открывать багажник. Значит, автомобиль этот построен на платформе нового Эмель. Ну, и главная проблема всех этих спортивных купе-кроссоверов – это, конечно, отсутствие глобально места в багажнике этого автомобиля. Под холодильник. Ну, и вот какая-то опция такая прикольная. Новая фишка. Посмотрите. И чтобы залезть в нижнюю секцию, да, вам нужно приподнять достаточно тяжелую корешку, и она имеет свою персональную подпорку. Ну, как капоты у некоторых автомобилей. Кстати, почему капоты до сих пор не открываются с помощью такого же сервопривода? Вот дерьмо. Ну что же, друзья мои, составляющая, львиную долю красоты автомобиля, часть – это, конечно, колеса, это, конечно, диски, это шин, посмотрите, здесь 22 дюйма, а на обычной версии всего лишь 19 дюймов. Нет, 21. Ну, может быть, но выглядит гораздо круче, когда 22. Посмотри, какие они классные, крутые. Спортивные. Можно купить одни диски, и вот уже у тебя и АМГ-обвес, да. Машина сразу приобретает агрессивный вид в сочетании с этим цветом. Господи, все девчонки будут просто кипятком писать от радости. Ну что же, снаружи конфета, а внутри кожаная коробка, прекрасная кожа. Очень дорогие материалы, ребят, в данном конкретном случае у нас автомобиль четырехместный, сзади не диван, а два кресла, такое четырехместное спортивное купе. А вот мультимедиа и климатическая установка вызывают вопросы. Посмотрите, это же самое настоящее ретро, это в предыдущем поколении Мерседес были такие, такой климат-контроль. А дефлекторы напоминают нам автомобиль Porsche Cayenne. Ну, видимо, все это сделано для того, чтобы через три-три с половиной года сделать рестайлинг и сказать, парни, смотрите, мы изменили целиком этот автомобиль. Ну, в общем, с точки зрения именно интерьера, мне кажется, этот автомобиль проигрывает своему прямому конкуренту, тому же X6. Там как-то все построже, поаскетичнее, по-спартански и чуть помоднее. Конечно же, нас очень интересует, какие двигатели будут поставляться именно в Россию. Значит, нас ждут три мотора от компании Mercedes-Benz. В первую очередь, это дизельный мотор, трехлитровый, мощностью 258 лошадиных сил. Бензиновый трехлитровый мотор, битурбовый, мощностью 333 лошадиных сил. И топовый мотор для автомобиля с индексом 450 AMG, 367 лошадиных сил, все тот же трехлитровый. Ну, вот вся гамма, вся линейка двигателей, которые будут представлены на старте продаж. Что можно сказать? Можно сказать, что это классные двигатели. Но в любом случае, что касается моторов, топовые моторы будут уступать топовым моторам от компании BMW, которые устанавливаются на X6 уже второго поколения. Ну что же, парни, вот вы и познакомились с главной премьерой Детройта 2015. Mercedes GLE Coupe 450 AMG. Какие еще вам нужны цифры? Какие доказательства? Этот оранжевый красавец, этот монстр такой же крутой, как я. Поэтому ждите обычных нормальных тестов. Подписывайтесь на наш канал. Большой тест-драйв. Следите за нашими выпусками. Я Денис Дорожный. Увидимся. Чмоки-чмоки. Ну что же, дорогие друзья, состоялось ваше первое стационарное знакомство с Mercedes GLE от компании, соответственно, Mercedes-Benz. Привлекаем независимого эксперта Маргариту Михайловну, чтобы она сказала, ты видишь, что это очень похожий автомобиль? Да, очень похожий автомобиль и очень похоже, что такой автомобиль должен быть только красным. Ну это хорошо, но какая машина тебе нравится по итогам в оконцовке больше? X6 или GLE? Честно говоря, тебе-то нечего терять. Это нам, Родионов, тесты зарежут. Говори, говори. Ну давайте. Ну честно говори. Ну вообще элегантнее, конечно, Mercedes. Что значит элегантнее? Ну так, более он такой, какой-то обтекаемый. А, хорошо. А BMW чуть-чуть более такой, какой-то куцей. Куцей? Так это в отвесе AMV. А-а-а. Это обвес был. Кто знал-то? Обвес. Значит, дорогие друзья, конечно, произошла самая настоящая сенсация. В 8 лет мог рисовать... Мы ждали, ждали. ...мог рисовать только такой мастер, как Хацуси, как Кацусай. Псаки. И Псаки. Короче, это был первый обзор автомобиля Mercedes GLE Coupé с детройтского автосалона. Огромное спасибо Денису Дорожному и Чейсу с Герлой. Спасибо Porsche за вдохновенные формы дефлекторов системы кондиционирования центральной. Ну и ждем этот автомобиль на полноценном дорожном тесте от господина Родионова. Йоу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Господин Родионов, мы готовы почувствовать, что эта тачка круче, чем Х6. Да. Готовы? Сто раз. И Рита готова? Да, я очень нравится. Рита. Ты хорош, ну что ты делаешь-то? Уронил меня. А-а-а!